Вот посмотрите на то, что я вам показывала. Это изделия, относящиеся к третьему, второму тысячелетию до нашей эры. Это изделия, которым больше пяти тысяч лет. Из чего они сделаны? Это тот вопрос, который мы с вами все время будем задавать. Из чего и как они сделаны? Это нефрит. Нефрит – самый ценный камень в Китае. Никакой не алмаз, никакой другой цветной или драгоценный камень в наших понятиях. А именно нефрит – самый дорогой камень для китайца. И в чём же его особенность? Во-первых, этот камень – самый прочный камень в природе. Его твёрдость у нас существует сегодня, градация по шкале Мооса. Самый твёрдый камень – алмаз. А нефрит имеет твёрдость 6-6,5 единиц. Алмаз имеет шкалу 10. И невольно возникает вопрос, а как же можно было вырезать из куска нефрита вот такой предмет. Высота этих столбов, или как бы мы их ни назвали по-русски, около 40 сантиметров. И посмотрите, какой они удивительной формы. Проекция – они квадратные. Это значит, что они связаны так или иначе с Землёй. А внутри каждого вот этого столбика вырезан нефрит – цилиндрическое отверстие. И это отверстие имеет круглую форму. Это значит, что это связано с небом. Каким же образом могли китайцы вырезать нефрит, опять же, не имея никаких инструментов, которые доступны нам сегодня? Оказывается, они вырезали, используя камни, которые превышали нефрит по твёрдости. А именно это были корунды, то есть сапфиры и рубины, ну, ещё некоторые другие камни, порошок этих камней. И дальше они вытирали практически вот эти вот огромные отверстия. То есть получается, что каждый предмет требовал невероятные затраты. энергии, времени, труда каждого человека, знаний, умения и терпения. И вот такой цилиндр, такой столбик человек мог практически создавать в течение 10-20 лет, наверное. То есть это была, может быть, работа всей его жизни. Создавались эти предметы? Почему я вам вначале показала им китайского императора? Конечно же, только для правителей. Никто из простых людей позволить себе подобные вещи не мог. И связаны они были как раз вот с представлениями о мироздании, о небе и о земле. И что-то не так. Что-то не так. Обновить страницу. Вы меня слышите? Вы меня слышите? Напишите, пожалуйста. Всё хорошо? Всё хорошо. Спасибо. Итак, вот эти квадратные изделия и вот эти столбики. А вот, кроме того, среди древних предметов обнаружены были вот такие круглые диски с круглыми отверстиями. Дело в том, что большая часть из этих предметов, ну, вы понимаете, нефрит не меняется. Он нетленный. Он вечный практически. И китайцы связывали нефрит как раз с идеями бессмертия и вечности. И как раз круглые предметы с круглыми отверстиями, они, конечно же, эти диски были связаны с небом. И то, и другое клалось в захоронение императоров. Сначала они использовали на земле эти предметы, а потом в последующей жизни им было необходимо всё то же самое, что и на земле, под землёй, в захоронениях. Это очень древняя традиция. Но если вы посмотрите вот на левые диски, они действительно относятся ко второму-третьему тысячелетию до нашей эры. А правый диск имеет удивительную историю. Китайцы всегда ценили предметы древности, предметы старины. И относились к ним как ритуальным, сакральным, священным предметам. И вот как раз про этот диск мы можем сказать следующее. Обратите внимание, на нём есть какие-то прорези, иероглифы изображены. И они вырезаны значительно позднее. То есть сначала, когда эти диски создавали в древности, то они были просто гладкими, не имели никаких орнаментов. Этот диск был обнаружен в XVIII веке в захоронении случайно. И его принесли как раз тому императору, портрет которого я вам показала вначале. Это был император Цинлун. Император Цинлун, да и как все остальные императоры, был очень просвещенным человеком. И он знал каллиграфию, он знал живопись, он умел сам писать, он коллекционировал предметы древности и картины, свитки. И вот ему вдруг приносят вот этот диск, и он так восхитился тем, как он сделан, что он сочинил стихотворение. Это тоже отдельная тема, потому что китайский император Цинлун написал за свою жизнь, считается, не менее 30-35 тысяч стихотворений. И вот стихотворение восхищения императора этим диском вырезано, иероглифы вырезаны на этом круге. И, кроме того, поставлены печати этого императора. То есть они тоже вырезаны на поверхности этого нефритового предмета. Но, конечно, если раньше это были в древности сакральные изделия, ритуальные, опять же, и священные им поклонялись, и чрезвычайно дорогими, то постепенно, кроме всего прочего, этими изделиями любовались. И для китайцев, как мы уже договорились с вами, нефрит – самый дорогой камень в природе, он полупрозрачный и имеет значение, как его отполировать и как его обработать. И вот его обрабатывали, резали, а потом полировали до, можно сказать, влажного блеска. И вот как раз здесь вы видите как раз совершенно удивительные изделия, относящиеся к XVIII веку. И это чашечка, наверное, для того, чтобы отмывать кисти от туши после того, что вы написали какую-то каллиграфию или свиток. И посмотрите, действительно прозрачный камень и мастерски вырезанный цветок, как раз пятилепестковый цветок. Вот тут был задан вопрос о символике числа 5. Это одно из самых популярных цифровых символов Китая, потому что соотносится с пятью представлениями о счастье. Но об этом мы с вами сможем поговорить только в следующий раз и на лекциях потом. И показываю вам вот такую удивительную скульптуру, которая тоже создана в XVIII веке, вырезанную из нефрита. Посмотрите, это изображение медитирующего буддийского старца Архата. И если вы приглядитесь, то вы увидите действительно такое ощущение, что только что его полили водой, и он вот еще не высох, прямо не потерял этот блеск. Это было особое искусство у китайцев, как обрабатывать нефрит до вот такой поверхности. И, конечно, мы об этом с вами тоже, я надеюсь, поговорим на следующих занятиях. И я постараюсь показать другие изделия, которые выполнены из нефрита. Редчайшие, уникальные вещи. И каждый предмет имеет свою историю и свои особенности. Друзья, мы подготовили для вас полезный подарок. Это пять уроков от преподавателей нашей школы, которые посвящены истории и культуре Японии. Переходите по ссылке под данным видео, регистрируйтесь и получайте уроки на вашу почту. На уроках вы узнаете про религию Японии, про то, как правильно себя вести в стране, чтобы не обидеть японцев. Узнайте про известные города и про историю развития данной страны.